На этой неделе с рабочим визитом в Кашхабльский район прибыл министр сельского хозяйства Республики Адыгея. Анзаур Куанов посетил маслоперерабатывающее предприятие «Мамрука». Фирма является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в Южном федеральном округе. Торговая марка «Мамрука» существует на рынке масложировой продукции на протяжении многих лет и положительно зарекомендовала себя не только на юге России, но и в средней полосе, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Руководитель предприятия Руслан Мамрукова знакомил министра с технологическим процессом производства подсолнечного масла, обсудил перспективы дальнейшего развития. Анзаур Куанов посетил и ферму «Мамруковых», где содержатся овцы и куры. Животноводство является приоритетным направлением в развитии района. В частности, недавно получившее свое развитие племенной овцеводства. В 2012 году, воспользовавшись полученным грантом на развитие семейной животноводческой фермы, предприниматель Амин Зихов с большим энтузиазмом взялся за воплощение в жизнь этого непростого направления. Анзаур Куанов посетил ферму, обсудили с хозяином текущие проблемы и возможности дальнейшего развития этого направления в животноводстве. В свою очередь, министр сельского хозяйства пообещал всесторонние помощи для продвижения проекта. Племенной надо двигаться вперед. Во-первых, у нас поддержка есть, вот тысяча рублей на содержание раз. Вчера я подписал, уже мы запустили, если маточное поголовье овец приобрели в текущем году, 50%, но не более 6 тысяч рублей на одну голову. Мы сейчас прием документов открыли, вот кто к нам сейчас придет, мы готовы. Средства есть, если не хватит, мы добавим еще. На покупку 6 тысяч? 50% от понесенных затрат, но не более 6 тысяч. Потому что 12 тысяч, 16, разные условия. Если племенное в республике есть, ехать в КЧР или куда-то еще, если здесь, к примеру, конкурентоспособно, какие-то возможности по сбыту тоже появятся. Вот так, если все по цепочке собрать, мы готовы оказать содействие, и я, как министр сельского хозяйства, заинтересован, чтобы в республике появились племенные участки, племенные хозяйства. Давайте вместе будем двигаться, чем мы можем поддержать, чем мы можем помочь. Мы со своей стороны готовы. В процессе осмотра Амин Дзихов показал министру уникальную плантацию цветной капусты, которая позволяет до заморозков обеспечить поголовье зеленым витаминным кормом.